Баривдзес, баригалуст Амшен и Тоне, добро пожаловать на праздник Амшенских армян. Своему названию праздник обязан району Амшен в Турции, выходцами которого являются практически все абхазские армяне. Праздник Амшен проходит в Абхазии вот уже четвертый год. Суть праздника – показать культуру, быт и, конечно же, национальную кухню армян. Армянская кухня – одна из древнейших в Азии. Это симбиоз специй, зелени, мяса, рыбы, молока и разнообразной выпечки. Столы на выставочных площадках представителей армянской общины города Сухума, Сухумского, Гулрыбшского и Гагарского районов буквально ломились от всевозможных яств. Каждый постарался представить все самое лучшее и приготовленное с любовью. Мы ставили халву, тума, мясо, йока национальное, хачапури, джумур, как называется, хлеб, яйцом, жареный хлеб с яйцом, сыр разный, сыр с творогом. Каждый год участвуем мы. Представитель армянской общины Сухумского района Карина Экзарян преподает в школе. Но на досуге очень любит готовить. Карина поделилась с нами секретами приготовления армянской национальной закуски под названием йока. Готовится просто и быстро, а главное – вкусно. Заранее готовится тесто, постное тесто, без масла, без ничего, просто на воде и немножко соли. Очень крутое тесто. Лепешки получаются такие, что они долговечные, так скажем, месяц-два можно их сохранить. Так что можно. Еда на скорую руку, так скажем, но очень вкусная еда. А их мочат в воде очень хорошо. В подогретой сковороде тает масло сливочное. Затем жарится йока или просто, или сыр. И получается очень вкусная, быстрая еда. По воле трагической судьбы армянские общины разбросаны по всему миру. Потому подобные мероприятия служат объединению армян не только Абхазии, но и других стран. Праздник Амшен с каждым годом расширяет свои границы. Так, в этом году принять участие в нем впервые приехали представители армянской общины города Сочи. Нас пригласили, мы приняли приглашение. Да, очень приятно. И мы надеемся, что в будущем, конечно, мы на первый раз, да. Интереснее и более… Мы уже подготовимся основательно, да. А так нам очень нравится, конечно. Йока привезли, кукурузный хлеб, ну, конечно, вино, самое главное. Чача и вино, да. Это то, что мы сами готовим. Дома, дома. Все сделано своими руками. Ставший уже традиционным фестивалем Амшен понемногу охватывает все районы компактного проживания армян в Абхазии. Так, первые два года его отмечали в Гулрыбшском районе, в селах Пшап и Цкабын. В прошлом году праздник прошел в селе Махадыр Гагрского района, а сейчас масштабное мероприятие организовано в селе Яштхо Сухумского района, на просторном футбольном поле у школы, где и расположились палатки и стенды. Здесь также была организована выставка предметов древней утвари, быта и народного искусства армян, вышитые полотенца и скатерти. Дети и взрослые демонстрировали национальные костюмы. Радует, что в празднике участвует многочисленная молодежь, которая целый год с нетерпением ждет этот день. Мы ждем каждый год с удовольствием этот праздник, чтобы станцевать, чтобы увидеть новых людей, чтобы повеселиться друг с другом. Дружба укрепляется, всех национальностей и все дети друг с другом начинают больше общаться. Праздник Амшен еще называют праздником дружбы, потому что он открыт для всех и здесь рады представителям многочисленных народов, проживающих в Абхазии. Цель фестиваля – объединить граждан, жить в единстве и мире, говорит один из организаторов Амшена, председатель армянской общины Гагарского района Хачик Миносян. Мы его называем праздником дружбы. Почему называем праздником дружбы? Потому что мы сегодня и всегда хотим сказать, в первую очередь, коренному народу, что мы на этой земле. Зная, как было нам трудно, когда наши предки приехали на эту святую землю, они нас принимали. Поэтому мы решили, что наша программа такая многонациональная, у нас абхазские танцы, абхазские песни, и мы говорим абхазскому народу, мы вместе должны решать все проблемы, которые стоят перед нашим государством. Каждый год в Большом празднике армян принимает участие и торгово-промышленная палата Абхазии. В самом сердце поляны выставлен большой стенд с абхазскими блюдами и различными напитками отечественного производства. Принимая приглашение принять участие в данном мероприятии, все три года подряд, в первую очередь, мы руководствовались тем, чтобы показать не только, как мы красиво вместе живем, но и дружно, так как в единстве наша сила. Поэтому торгово-промышленная палата и впредь будет поддерживать данные начинания. В свою очередь, хочется отметить, что абхазский павильон, который сегодня располагается здесь в центре и соседствует с другими павильонами из разных районов нашей республики, в первую очередь, включает в себя не только абхазское застолье, но и выставочную экспозицию алкогольной и пищевой продукции абхазских товаропроизводителей. Настоящий праздник – это не только вкусная еда и напитки, но и, конечно же, танцы и песни. А на праздники единения они обязательны. На специально установленной сцене выступили народные коллективы, а армянская скрипка и дудук особенно ласкали слух. Юноши и девушки в красочных национальных костюмах, взявшись за руки, вели хоровод. А для детей была организована анимационная площадка с игровой программой. Все желающие также могли сыграть в нарды и шахматы. Звучали любимые всеми хиты абхазской эстрады. Фестиваль культуры и быта амшинских армян всегда привлекает большое количество людей. И в этом году, как и всегда, праздник Амшин удался на славу.